друзья всем привет всех приветствую на своем канале и сегодня мы с вами будем печь хлеб самый настоящий русский вкусный хлеб из пророщенной пшеницы отборную пшеницу я купила в магазине заказала пшеница отборная 600 грамм вот таких вот пакетиках и ее прорастила сейчас у нас зерна примерно от росточки примерно 1 2 миллиметри к вся она пророщенная и уже готова для того чтобы можно было из нее печь хлеб значит как я ее прорастила значит сутки держать в воде просто берут эту тарелочку засыпаю засыпала я вот тут 600 грамм видите у меня еще сколько осталось ну грамм наверное 150 200 я отсыпала и еще тут на два раза на два хлеба мне хватит она разбухла было чуть-чуть она разбухла посмотрите сколько ее стало много а вот налила ее значит на сутки она у меня отстаивалась сутки полностью в воде покрытая вся в воде и потом ночь она у меня воду вылила когда сутки она постояла затем взяла марлечку обычную белую марлю намочила ее и поставила на ночь ее уже непосредственно выращивать на ростки можно выращивать побольше ростки но я слышала говорят что самое полезное это ростки когда примерно они миллиметр два три не больше ничего страшного если у вас ростки прям большие это тоже хорошо накрыла марлечкой мокрой и оставила на ночь ну и вот сегодня уже с утра готова наша пшеница для того чтобы мы ее приготовили для хлеба все убираем вот это с марли она прям вросла в марлю видите она прям прилипла в неё наша пшеничка вкусная можно было оставить еще на сутки но мне это не надо я хочу именно так а то выращивается она очень быстро из пророщенной пшеницы можно делать все что угодно мы с вами потом попробуем сделать коктейль на пророщенной пшеницы но сейчас я хочу хлеб испечь для этого я беру емкость глубокую и всегда высыпаю пшеницу по пшеницу и теперь из нее нужно сделать фарш у меня нет пшеница до вилки или как вот называют электрической или ручной у меня нету я основном на блендере перемалываю мясо там или что-то еще а вообще для этой штуки я уже купила заказала ручную мясорубку которая мясо рубит она подойдет и для пшеницы чтобы специально хлеб выпекать ну а сейчас что я придумала я буду ее значит на блендере перемалывать попробую ее перемолоть в фарш сейчас покажу что у меня получилось получилось у меня вот такая вот масса из ростков пшеницы чтобы она стала немножко гуще я добавлю обычной муки овсяной совсем немножко и нужно будет размешать можно можно использовать без овсяной муки можно просто из пророщенной пшеницы но я немножко добавлю так что у нас идет дальше видите как у нас получилось ничего сюда не добавляли ни молока немножко если водички если густое будет тесто воды и все больше ничего сюда не нужно вот такая вот опара получается дальше уже готовый такой фарш можно будет добавить немножко семечек кунжутных я и сверху посыплю и немножко для знаете такой такого вкуса очень люблю кунжут и семечки тыквенные тыквенные семечки очищенные тоже добавлю хлеб будет много не надо так для аромата еще хватит на один хлебушек семечек и также хорошо вымешиваем кто любит сладенькое может добавить кураги изюм и изюм и можно добавить чернослива фиников но я буду готовить хлеб не сладкий поэтому все тщательно вымешиваем чтобы семечки хорошо помешались дальше добавляем соли совсем немножко прям на кончике чайной ложки знаете кто любит посолней можете побольше я не люблю хлеб соленый дальше понадобится немножко соды соду я беру вот такую вот польскую она более чистая сразу килограмм купила и мне хватает надолго этой соды заказывала ее интернет-магазин посмотрите какая она белоснежная очень очень вкусная тоже буквально она прям как снег смотрите какая рыхлая совсем не похожа на нашу соду которая продается за 8 рублей один раз взять и ее хватит я не знаю на полгода может быть точно вот такую судочку и сюда положила все опять тщательно перемешиваем и дальше берем прям капелюшку несколько капель лимонного сока сода начала ведь реакцию совсем чуть-чуть все и теперь последним шагом еще раз хорошо вымешиваем тесто дальше я взяла форму для хлеба и в эту форму наше тесто так вот кладем выкладываем все и раз фирм расформировываем друзья обязательно не забудьте форму смазать маслом любым оливковым либо подсолнечным либо каким вы любите маслицем и вот такой вот багетик получается из того тесто что я сделала можно сделать было несколько булочек не обязательно делать такой большой длинный хлеб можно сделать было на противень и поменьше у меня такое будет я отрежу поделюсь с родителями сестрой из-за сода тесто поднимется сода не бойтесь добавлять сода тоже полезно все я рассортировала теперь что делаю я хочу еще кунжута прям сверху посыпать кунжутом прям не хочу жалеть очень полезный кунжут смотрите как я сдобрила и как бы его туда немножко втоптать чтобы он не осыпался сейчас тесто его захватит прилипнет он и когда будет готово он уже не отлипнет не отсыпется ничего там ручками ничего все чтоб кушать с кунжутиком все и в духовку на 180 градусов примерно на 50 минут ну что друзья хлеб готов я его вытащил еще горяченький так сейчас его перевернем ай горячий вытащила из формы нормально вытащился немножко в уголках получился зажаристый вкусный наверно наверно так пульт как бы его ой с хрустящей корочкой он поднялся сейчас видите опустился так ну что берем ножик сейчас проверю как он выглядит внутри так такой хлебушек друзья мои посмотрите как он внутри выглядит просто просто вкуснятинка я его порежу сейчас на кусочки вот и можно будет кушать друзья мои приятного аппетита если вам понравилось это видео ставьте лайк всем добра Продолжение следует...